Так, все. Один человек только. Один человек. Ну что, Сергей Алексеевич, скажите несколько слов, кто арестован, за что? Ну, что сказать. Наши товарищи, прекрасные люди, ответственные, порядочные. И, в отличие от многих миллионов обывателей, они активный образ жизни вели, отстаивали интересы народа. За что их арестовали? Они сейчас сидят в тюрьме. За что арестовали? За совершенно законные действия. Организация референдума по проведению, по принятию закона об ответственности власти. Ну, как вы сами понимаете, действие это неправомерное совершенно. Мы имеем дело с неправосудными совершенно делами. Вот так. Наши люди сейчас сидят в тюрьме. Олигархи, те, кто обворовал страну и народ, они на воле, они не подсудны. Вот такая ситуация, к сожалению. Вот. Крепил барабаш. Был я расстроен последний. До сих пор ни жена, никто не имеет возможности с ним увидеться и даже поговорить. Это, надо сказать, произошло на Новый год, да, то есть человеку создали условия для проведения Нового года в тюрьме. Вот. Где на самом деле сидеть должны те, кто его туда посадил. В этой ситуации есть один прекрасный момент. Все люди, которые прошли по 282 статье и побывали в тюрьме, это надежный такой штатный актив для будущей русской власти. Значит, эти люди уже проверены. И когда придет момент смены власти, это уже будут готовые, испытанные сарайки. Им можно будет доверить власти и управление страной. Совершенно спокойно. Он еще согласен с такой акцентом. Ну вот. Я думаю, что все согласны. Да, и вот здесь соответствующий лозунг для будущих выборов. Патриотов во власть, воров на нары. Вот, читайте, да, это надо распространять везде. Патриоты во власть, а воры и всякие там следователи и судьи продажные на нары. Патриоты во власть. Патриоты во власть. давайте не спорить но я по закону не одновременно но обозначил двух участников разное время какой передачи плакатов это ваша интерпретация закона законе такого нет законе одновременно зачем вы трактуете закон это вам не дано если у вас смотрите дальше полковник суде будет что где будет ролик и два человека одновременно но нет одновременно вы со мной не спорьте и я вот уже третий гражданин уже это что такое для своих этих для страниц соцсетей они стоят они за народцы в общем одновременно не будет двух человек я могу передачи плакат а то что на вы помните специально акцентируем я прекрасно ходить чтобы мы играли играли в какую-то игру глупо ходили за угол передавали время будут в разное чисто техническая ошибка может быть так но вы поймите нас правильно я не обязан я вас предупредил я не обязан ваши технические ошибки учитывайте про не технически мы не обязаны следовать беззаконию который к которому вы нас склоняете поворачиваясь тем более спиной гражданам вы обязаны соблюдать закон а вы придумываете его на ходу здесь своими делами занимаемся выполняем свой гражданский долг а вы служите беззаконной власти и беззаконные действия угрожаете нам беззаконными действиями насилием насилием угрожаете нам препятствуйте гражданам в осуществлении их законных прав что такой одиночный пикет вам следует узнать в законе и посмотреть какие у вас есть полномочия вы при высоком звании не знаете своих полномочий с праздником праздником здравствуйте вот тут стоят граждане а вот тут то стоит это граждане или не граждане по моему они не граждане вот у нас такие есть люди которые сами себя посвятили в неграждане а вот здесь стоит одиночный пикет защиту кирилла барабаша и о соратников которые были незаконно посажены в тюрьму по клеветническому обвинению следователя наталья талаева и которая работает в центральном административном округе и выполняет заказы своего подлого начальства господина бастрыкина и прочей политической полиции которая сажает патриотов в тюрьму вот такие такие у нас обстоятельства это люди уже готовы к задержанию товарищ полковник который только ждет момента ему видимо тоже даны указания что на рождество на новый год надо обязательно кого-то прессовать вот эти люди здесь совершенно не нужны они же ведь вниз не следят за соблюдением порядка не ловят бандита вот что они здесь делают это начальство из сюда пригнало для того чтобы нас пугать мешать нашим нашим правам осуществлению наших прав вот мы стоим здесь никому не мешаем общаемся между собой проводится одиночный пикет против нас вот вот эти люди вот эти люди разве это граждане разве это те кто защищает наше отечество наши права нет это те кого наняли для того чтобы подавлять русское движение национал патриотов кремле сидят проходимцы а патриоты сидят в тюрьме поэтому здесь вот и лозунг патриота во власть воров на нары а вот эти люди защищают воров вот на площадь пуста тут отдельные люди им в общем то почти все равно они проходят мимо они замерзли вот не до того не до судьбы своей родины вот я бы эту публику по агитировал вот но товарищ полковник только и ждет когда я возьму плакат чтобы меня задержать или еще кого-нибудь и интервью так хочешь здесь немножко ну прекрасно короче она положим лошадь не подойдешь возьмешь когда она отойдет но не за ее рук короче что факта передачи вот она ложит на землю любой подходит так 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 Как там настроение? Не замерзли еще? Нет, так. Референдум об ответственности власти. Казалось бы, на что более демократичную процедуру трудно представить. Вместо того, чтобы их поддержать, власти просто пошло и грубо арестовало. А что вы меня задерживаете? Я вот снимаю видео. Я не участвую в пикете. Вы видите, что я держу плакат, я его держу свернутым подмышкой. Поэтому, пожалуйста, не надо ко мне предъявлять претензии. Я его задерживаю. Почему задерживаете? Подождите, объявите, почему задерживаете? Почему задерживаете? Вам до этого все объяснить. Так, я могу это оставить? Это вы с собой. С какой стати? Дождались. Берем, берем с собой. Бери, 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 бери. Ах и подлый у вас начальство. Ладно, я сам пойду. Давайте вы не усердствуйте. Все-таки Новый год, Рождество. Ну, птички. Даже выступить не дали. Я бы вас поагитировал, чтобы вы этой подлой власти не служили. Ну что, начнется, где ваш полковник негодяй? Говерща, режущая. Досмотр в той зоне. Припосадка. Ворачиваем показать. Кто начальник-то? Предъявите претензии. Губленку. Расстегните. Хорошо, с какой стати? Вы мне объявите, за что вы меня задерживаете? Для этого вам все объясните. А так вы объясните, нет? Вам объяснили. Нет, мне не объяснили, за что меня задерживают. Ну, скажите кто-нибудь, у вас есть хоть кто-нибудь? Меня им кто скажет? Вы скажете, за что меня задерживают? За нарушение. За что конкретно? Ликтофор. Конкретно, я снимал видео, вот. Здесь что? Имею право видео снимать. Ну, скажите кто-нибудь. Скажите. Скажите, за что меня задержали? За нарушение статьи 20.2. Ну, зачем врать-то? А зачем врать-то? Зачем вы врете? Проходите. Зачем вы лжете? Проходите в транспорт. Будьте так любимы. Сейчас, сейчас. Вы мне объявите? Объявите, за что меня задержали? За нарушение статьи. За какое действие? Действие такое. Нет, статья это отдельно. Действие. Действие. Я сейчас войду. Скажите, какое действие я совершил? Будьте добры. Будьте добры. Проходите в транспорт. Капитан. Да мы пройдем. Вы просто ответьте. Я все сказал. Нет, вы не сказали. Вы назвали статью, которая к моим действиям отношения не имеет. Елена, а у вас что? Да я вообще ничего не успела понять. Только подошла. Да я вообще ничего не поняла. Уже из-за оскорбления ментов на дом дом был у меня. Оскорбляла после того, как он сильно меня дернул за руку. Подернул, потому что я спросила, на каком основании его забирают. Да. Не так дернул? Ты даже не... Да я еще вообще ничего не успела. Ты что, подъехала? Да я вообще ничего не успела. Ничего не поняла, ни с кем не познакомилась. Несанкционированный пикет, говорите? Несанкционированный пикет? Одиночный. Ну вот как же вы любите лгать, а? Вот где офицерская честь, а где гражданская достоинство? Какая честь? Народ им определение дал. Какие же поганые людишки, да? Вот просто смотреть на вас противно. В Новый год устраиваете какие-то шоу. Пять, шесть, семь. А что вы всех-то не задержали? Смотри, там люди выходят. Ну как не стыдно служить в полиции, вот когда вам такие приказы приходится исполнять? Да, да. Еще кого-нибудь из метро народу выходит. Да, что-то мало. Давайте побольше уже, да. Вот еще это сейчас. Всех зевак с метро постановится. Вообще ничего не поняла. Не успела поздороваться. Я же хотела это. Надежде Михайловне подарки дарить. Подарки купила, а я еще на следующий раз две не еду. Давай подням приключения. Я первый раз за решетку. Да вы че? Да. А если я знаю. Я уже премьерзила на прессу. Я это тоже знаю. ОВД. Пресс на тебя. Недавно, да? С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом.